Вы знаете, в 90-е годы, например, первые 12 самых крупных мировых банков были не американские банки, это были японские банки. А вот сейчас, если говорить, то самый крупный в мире банк это Китайский банк, Банк промышленности и торговли, который, кстати, открыл в прошлом году свою российскую дочку. И то, что вот страны БРИКС пытаются создать альтернативу международным финансовым институтам, таким, как МВФ и Всемирный банк, это надо только лишь оценивать как позитивное явление. Другое дело, смогут ли они подменить для этих стран БРИКС те функции, которые выполняла МВФ и Всемирный банк, я думаю, что не смогут, потому что мощь этих двух организаций основана на том, что доллар является единственной резервной валютой. Мы правильно ставим вопрос о том, что надо создавать региональные валюты, тем самым мы монополию доллара подорвем. Тогда, когда будут созданы региональные валюты, например, для того же группы стран БРИКС, это может быть рубль, юань, либо какая-то валюта из латиноамериканских стран, но надо отказаться от доллара, как от резервной валюты именно для этих стран. Тогда мы будем действительно видеть в виде этого банка реконструкции развития мощный инструмент, способствующий развитию стран-членов БРИКС. Если мы не откажемся от доллара, как средства в расчетах между странами-членами БРИКС, то тогда это будет слабая организация, которая будет какие-то функции формально выполнять, но роль, стимулирующая развитие экономики, стран БРИКС не будет выполнять.